Уточненная налоговая декларация. При выявлении ошибок в заполнении декларации, которая занижает сумму, облагаемую налогом, налогоплательщик обязан внести исправление. Данная процедура регламентируется НКРФ, статья 81. Сотрудники ФНС при обнаружении недочетов также должны принять меры для исправления данных, поданных налогоплательщикам, например, провести выездную проверку, отправить извещение. Общая информация о системе налогообложения в России. Для уплаты налогов компании ИП должны использовать одно из предусмотренных законом налоговых систем ОСН. Общая ОСН упрощенная. ЕНВД – единый вмененный ПСН-патент, ЕСХН – единый сельхозналог. К самым распространенным и наиболее прибыльным для бюджета России относятся НДС, НДФЛ и налог на прибыль компании. Декларация Организацию порядок, сроки и контроль сбора налогов осуществляет ФНС – Федеральная налоговая служба. Она проводит государственную регистрацию юридических и физических лиц в качестве ИП. Представляет отчет Министерству финансов РФ об общей налоговой базе страны, а также планируемых сборах в следующих периодах. Для ведения отчета о поступивших средствах, а также сумм, которые полагаются к уплате, НКРФ обязывает всех лиц, осуществляющих деятельность По извлечению прибыли, в установленные сроки подавать декларации о доходах. В случае ошибки первоначально поданных данных, в соответствии со стакана. 81. Необходимо произвести уточнение сведений, подав ее повторно. Уточненная декларация Уточненная налоговая декларация – это документ, в котором произведена корректировка ошибочно вычитанных данных о доходах организации. Подача документации осуществляется налогоплательщиком самостоятельно или при получении уведомлений от инспектора после проведенной им камеральной проверки о несоответствии данных с действительностью по усмотрению налогоплательщика. Обратите внимание, результаты проверок налоговиками, проведенных за период подачи уточненки, не должны влиять на расчет налоговой базы и самой суммы налога. Для чего нужно уточнять данные в соответствии со статьей 122 НК РФ Неполная уплата налоговых сборов или укрытия от уплаты расцениваются Как нарушение законодательства РФ Последствием такой ошибки станет привлечение к налогоплательщика к ответственности штраф Но статья 81 НК РФ говорит о том, что если платильщик самостоятельно выявил недочеты и своевременно подал уточнение в сроки, установленные Для подачи то он освобождается от ответственности Порядок действий при недоимке или переплате после корректировок, когда нужно делать исправленную декларацию Если выявлены ошибки, которые занижают налоговую базу, то налогоплательщик обязан представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию Стакан 81.1 НК РФ После внесения исправлений плательщик подает документ в тот же орган, где регистрировалась ранее поданная декларация Для заполнения используется форма бланка, которая действовала в период подачи первого образца Важно! При выявлении ошибок, которые не влекут вынижение сумм, облагаемых налогом, закон не обязывает вносить изменения, а лишь говорит Что плательщик вправе корректировать данные при таких недочетах Если неточности выявил инспектор, то он направляет агенту уведомление о необходимости внесения уточнений Данный документ говорит о том, что фактически инспекция декларацию приняла, но в ней выявлены некоторые ошибки В нем прописываются требования о том, какие поправки необходимо внести и в какой срок Как подать уточнение и подаваться Исправленная декларация может двумя способами Непосредственно в отделении ФНС личный визит онлайн Через электронный сервис и ФНС Отправка через личный кабинет удобна тем, что не нужно лично посещать отделение Сервис позволяет отслеживать, на каком этапе рассмотрения находится документ В случае каких-либо недочетов пользователь сразу информируется об этом Это позволяет внести своевременные корректировки и не допустить пропуска срока подачи и оплата налога В то же время велика опасность, что из-за нестабильной работы провайдера документ может все-таки не дойти до получателя ФНС Поэтому каждый налогоплательщик сам выбирает способ представления уточненки Функционал личного кабинета налогового оплательщика В заключении необходимо отметить, что даже после подачи декларации нужно контролировать Ее до момента принятия налоговыми органами Своевременное изменение и исправление ошибок не создаст оснований для лишних вопросов со стороны ФНС И не спровоцирует выездную проверку Инспекции в организацию налогоплательщика Субтитры создавал DimaTorzok